Смотрю я такой новый видосик про разбор с Кивидей Президентов и сижу в шоке. Видос набрал 110 тысяч просмотров, ёлмоё. А это значит, что вам понравилось. Данная вселенная. Ну и вот, спустя две недели после разбора, наконец-таки, выходит новая серия по с Кивидей Президентам. Её так долго не было из-за состояния здоровья Загдора. И он до сих пор болеет, так что поддержите его в комментах. В новой серии хоть и не было экшн-сцен, но сюжет это конкретно так подкрепило. И кто не знает, эту вселенную советую ознакомиться перед просмотром этого видео. И посмотреть мой первый разбор. Там я её всё разъясняю и объясняю. А также не забывайте смотреть и сам сериал. Ссылка на Загдора в закреплённом комментарии. Кстати, если вы знаете какой-нибудь сериал, предложите мне его в комментариях. Может быть, я разберу. Всем привет, я с вами Китас. И мы дождались новой серии с Кивидей Президентов. И, кстати, Загдора я заметил и лично связался со мной. И он делится со мной эксклюзивными спойлерами и информацией по сериалу. А всю информацию я публикую на свой ТГ-канал. Если тебя интересует или заинтересует эта вселенная, то переходите в описание и сабывайся туда. Там, кстати, есть чат, где мы жёстко рофлим. Да и, в принципе, там мы творим трешак. Так что там тебе не заскучать. И про лайк с подпиской тоже не забывай. Ладно, не буду затягивать, а мы начинаем. Всё начинается с больнички Альянса. Тут нам показывают множество деталей, о которых мы потом поговорим. И после камера он подключается к телеву, где появляется Джимен. После он ему что-то говорит, тоже потом увидит перевод. И после нам показывают ту же территорию, на которой будет битва. И, конечно же, улучшенного титана, дабы у камерменов. Короче, всё разъясним уже на втором акте. Короче, всё разъясним уже на втором акте. Детально и понятно. Приступим уже к полю, детальному разбору. Думаю, первый акт вам не понравился, потому что я там просто... Хриненько говорил, да. Короче, в помещении находится 9 камерменов. 3 из которых повреждённые. И 2 учёных. Не знаю, к чему вам такая информация. Но если я рассказал, значит нужно. Хотел бы обратить внимание не на камерменов, а на новую Рассу, которая находится за комнатой для повреждённых. Я думаю, это компьютермены. Но судя по их компьютеру, подобным головам. И, кстати, в моём ТГ-канале был спойлер, где также было видно компьютермена. И тут этих агентов всего твое. Но один из них прям смотрит в камеру повкамерменов. И это, скорее всего, не обычные компьютермены, а учёные. Может быть, обычных компьютерменов нам покажут уже на поле битвы. Пока что мне их способности непонятны. Но если они находятся и сидят на месте, где ремонтируют камерменов, значит, они имеют какие-то знания об этом. И помогают Альянсу в развитии. Также, может быть, они и снабдили их технологиями, позволяющими чинить агентов. И я предполагаю, что одна из их способностей это управлять электроникой. А может быть, даже агентами. Но только, если это понадобится. А может быть, даже некоторые из видов компьютерменов могут хилить агентов с помощью свечения. Но это уже выходит за область чего-то возможного, а тире невозможного. В общем, в дальнейшем нам получше раскроют данных перцев. Давайте перейдём к следующей сцене. В этой сцене нам показывают Джимена. Но вначале, посмотрите полный перевод его фраз. Они довольно-таки важны. Играет музыка. Играет музыка. В самом начале, Джимена говорит, что первый отряд полностью уничтожен. И это ему передало высшее руководство Альянса. И Загдор мне написал, что тут Джимен это добрая сторона. Но по словам Загдора, Джимен тут не самый главный. За ним стоит кто-то выше по рангу. Можно долго догадываться, кто это может быть. Но я ставлю этот момент на сюжет. Но лично я думаю, это может быть даже сам Загдор. Конечно же, я может ошибаюсь. Ведь на нём может быть и вообще другой персонаж. Короче, возвращаемся к диалогу. Тут он нам говорит, что Дабул Титан Камермен улучшен. Это если что Титан Камермен во вселенной Загдора. Его нужно протестить. Ну и чтобы наш Камермен не боялся сдохнуть, Титан отправляют прикрывать его. И Джимен говорит кодовое название его отряда. 002. А значит, это второй отряд. А первый, как мы помним, уже подох. В самом начале эпизода, на телеке мы видим такие же оранжевые помехи. А это может означать, что Камермен уже с кем-то болтал по этой связи. Ну да ладно. После приказа Джимена, наш Камермен либо телепортируется благодаря Джимену, либо же это просто переход такой. А Титан прилетает на территорию, где будет происходить тест улучшения Титана. И кстати, в этой локации виден зелёный постер. Честно говоря, я не знаю, как он влияет на сюжет. Но я думаю, никак. А также, тут появились вертолёты с контейнерами, которые, скорее всего, перевозят агентов. А может быть, это всего лишь моя фантазия. Ну и в конце появляется улучшенный Дабл Титан. Это новое название Титана Камермена. Так что теперь, все, кто будут говорить, что это Камермен Титан, то смело поправляйте их. Если сравнить с первой версией этого Титана, то сразу видны отличия. Двойная Камера Титана снабжена новым материалом, более прочным и лучшим. А также, теперь его руки это циркулярные пилы. Я думаю, это не так уже и удобно. Ведь теперь он не сможет удержать с гибридейств или драться с ними. Ведь у него не будет хватательных механизмов. Но может быть, тут всё более продвинуто. И я теперь, это всего лишь один из режимов его рук. Они могут как бы трансформироваться, как рука Камермена в 57-м эпизоде. Также на левой руке, ну и если смотреть от лица Дабл Титана, у него находится пушка, как у Титана Камермена. А также, ещё две пушки на плечах. И на спине у него пулемёты, такие же, как и у Титана Камермена. Также, ему добавили брони на его плечи. И на его ядре виднеется какая-то конструкция. Ну и если посмотреть на них в сравнении, то первый Титан кажется каким-то скромным челиком. И ещё. Теперь у Дабл Титана надетой линзы. И его объективы горят синим. Думаю, это означает, что он полон энергии. Ну и согласитесь, он выглядит довольно грозно. Ну и в принципе, серия на этом заканчивается. В принципе, тут я уже всё детали разобрал. А нет. Вот ещё вам барьер камераменов. Ну вот, в принципе, всё. О 17-й и 18-й серии. Тут будет чуть-чуть. Да, хоть это серия и не бывает шоуин, но в ней было довольно-таки много деталей, которые также много пришлось разбирать. Но Загдорук мне написал, что следующая серия будет наполнена всякими битвами. Я думаю, это будет как раз-таки тест Дабл Титана. И смотреть мы будем как раз-таки за камермена, которого будет прикрывать Дабл Камера Титан. Кунцовочка. Я устал уже писать сценарий, да и озвучивать тоже. Мне ещё попробовать ошибки нужно будет. А их там много, если что. Поэтому я думаю, что если ты поставишь лайк и подпишешься на канал, то мне будет лучше. Ну вот, если ты не поставишь лайк, тогда я приду к себе домой и заберу тебя в свой подвал. Но я думаю, ты хороший мальчик, поэтому давай ставь лайк. Ладно, это всё мои ютуберские байты, конечно же. Ну а тебе я желаю удачи, мой дорогой зритель. А с вами был Гейтус. Всем по Гейтус. Субтитры сделал DimaTorzok